Добрый день! Вы смотрите Голос Америки в студии Ксения Туркова. И, как всегда, каждую неделю мы обсуждаем публикации проекта. Одно из расследований этого медиаресурса, похоже, будет многосерийным. Мы уже рассказывали о том, какую деятельность ведет кремлевский повар Евгений Пригожин на африканском континенте. После этого вышла вторая часть расследования, посвященная уже непосредственно тому, чем Пригожин изначально стал известен бизнесом, связанным с едой. Его многочисленные компании занимают 90% рынка только школьного питания. И проект решил проверить, насколько это питание качественное. Вот что выяснил. Давайте посмотрим видео. Червячок запеченный. Школьники и военные находили в своих тарелках несъедобные инородные тела. Червяков, тараканов, человеческие волосы и даже полиэтиленовые пакеты. Сальмонелла по-ленинградски. Какими только бактериями за последние годы не заражались военные и курсанты благодаря блюдам компаний, которые в той или иной мере связаны с именем путинского шеф-повара. Например, золотистый стафилококк в военном санатории Пятигорске в 2016 году. Тогда же в калининградской воинской части обнаружили пельмени с сальмонеллой. А в пищу для образовательных учреждений эти компании, кажется, кишечную палочку добавляют просто для вкуса. И липецкий творог не спасет их репутацию. Бактерии кишечной палочки находили и в картофельной запеканке, и в сливочном масле, и кулерах с водой, и на руках работников столовой. Наконец, третий пункт меню – это молекулярная кухня Пригожина. Школьники и военные либо просто недополучают порции в полном объеме, либо продукты хранятся в ненадлежащем виде. Например, комбинат питания «Конкорд», которым владеет лично Пригожин, неправильно готовил рыбные тевтели и не доливал школьникам гороховый суп. Его компания была оштрафована почти на полтора миллиона рублей. Первые претензии к качеству питания появились в 2011 году. Всего к этим фирмам было подано 711 исков, почти на 900 миллионов рублей. Споры возникали со структурами Минобороны, московскими школами, больницами и другими бюджетными учреждениями. При этом, что интересно, каждый четвертый суд компании Пригожина выигрывали. Почему так происходит, узнаем у основателя медиаресурсопроекта Романа Баданина. Это, по-моему, первый случай, когда статья проекта выходит вообще без подписи. С чем это связано? Вам поступают какие-то угрозы? Это связано с комплексом причин. Комплекс причин, касающихся физической и юридической безопасности проекта как в целом, так и авторов проекта в частности. Дело в том, что герой публикации предположительно, если верить публикациям в СМИ, был вовлечен в ряд провокаций против журналистов и активистов в прошлом. Это первое. Во-вторых, мы даже сейчас испытываем определенное давление и попытки, скажем так, спровоцировать нас на какие-то противозаконные или сомнительные действия. В частности, редакция получает подозрительные письма с просьбой, например, опубликовать что-то за деньги. Редакция получает сообщения в мессенджерах тоже подозрительного свойства от людей, которых мы скорее считаем провокаторами. Ну и, наконец, последнее. Мы узнали благодаря нашим источникам, что какие-то журналисты, представляясь проектом, готовят какой-то материал сомнительного свойства про Москву, например. Короче, исходя из прошлого наблюдений за героем публикации, а также из некоторых признаков из окружающей нас реальности, мы сделали вывод, что лучше обезопасить и авторов, и проект в целом от возможных провокаций со стороны этого человека. Это раз. А во-вторых, ну, не буду скрывать, что лично я считаю российское законодательство в области СМИ, и особенно право применения в области СМИ, абсолютно прозрачным и отличным. То есть, как бы в российском законодательстве даже легальными способами возможно многое сделать со СМИ. В диапазоне от заблокировать до повесить гигантский штраф. Поэтому, пометуя об этом, опять же, речь про юридические риски, мы также решили скрыть авторов. Действительно ли компании, к которым есть претензии, продолжают получать госконтракты? То есть, не только не прекращают свою деятельность, но, наоборот, еще и развивают? Ну, это абсолютный факт. Это так. И любая система, позволяющая оценивать госзакупки, вам скажет то же самое. А другое дело, что есть небольшой нюанс. Например, есть огромный блок госзакупок, который ведет военное ведомство и все его структуры. Это, правда, гигантский пирог. Может быть, самый вкусный, так сказать, в числе тех госконтрактов, которые есть у героя этой публикации. Так вот, штука в том, что большая часть военных контрактов, в частности, на обслуживание едой и на клининг, она была в последнее время закрыта. Это позволяет российское законодательство о госзакупках. Там есть определенный нюанс, который позволяет это делать. И мы, например... Почему это было сделано, это большой вопрос. Чтобы скрыть бенефицара этих госзаказов, чтобы не привлекать шума, не знаю. Как бы это поле для догадок. Но это уводит от нашего зрения тот объем пирога, который герой заметки может получать от армии. И это нужно учитывать. То есть мы в последнее время не можем точно сказать, сколько фирмы, предположительно связанные с Пригожиным, получают от Минобороны. Такая проблема есть. И что-то подсказывает, что она непроста возникла. А получается, что никто из чиновников эту ситуацию не прокомментировал? Ты понимаешь, в чем дело? Вряд ли это и было целью этой заметки. В том смысле, что чиновники не могли не прокомментировать хоть как-то историю с отравлением школьников в Москве. Потому что это актуальная новость. И поэтому там собиралась общественная палата, мэрия что-то говорила. Наконец, сама компания, увлеченная в этом, вынуждена была что-то комментировать. А здесь же история системная. Все ответы властей сводятся к тому, что существует прозрачная с точки зрения, со всех точек зрения, наверное, система госзакупок. Вот идите и смотрите. Мы это и сделали, собственно говоря. И, как бы, с точки зрения прозрачности, система госзакупок в России действительно неплохая. Ну, то есть, там действительно можно многое увидеть, даже несмотря на то, что я выше сказал про военные госзакупки. Но дело же здесь в другом. Дело в том, насколько прозрачен доступ компании к госзакупкам. То есть, мы же не можем знать, насколько прозрачно все эти компании появились в госзакупках. Есть разные точки зрения. Вот так отлично. Планируется ли третья часть расследования, шеф и повар? Да будет, я думаю, и четвертая. И третью, я думаю, очень скоро нужно ожидать. Другое дело, что это будет, конечно, уже не про еду. Но о чем конкретно, мы узнаем позже. Узнаете, безусловно, когда появится. Но я вот что в качестве анонса могу сказать. Почему вообще история про Пригожина распалась на множество эпизодов? Потому что мы когда начали думать про него и про тему, связанную с его бизнесом, мы вдруг все поймали на мысли, что каким-то странным образом повар с уголовным прошлым из Санкт-Петербурга отвечает в современной России за очень многое. И иногда настолько диаметрально разное, до смешного разное, в диапазоне от военных компаний в других странах до, значит, супа. И так далее. Мы поняли, что это настолько большая и системная, показательная история для нынешней России, что она вполне бьется на несколько эпизодов. И поэтому мы начали дробить. Ну и следующий эпизод будет глобальнее, скажу так. То есть он касаться будет не супа и конкретно кормежки в российских госучреждениях, о роли России на международной арене. Спасибо большое. Я напомню, что с нами на связи был Роман Баданин, основатель медиаресурса «Проект». И говорили мы о второй части расследования «Шеф и повар», посвященной Евгению Пригожину и его деятельности, связанной с едой. Как мы только что услышали, планируются и другие части расследования. Ну, будем ждать и увидим, чему они посвящены. А я напомню, что в ближайшую пятницу мы с вами поговорим об очередном расследовании медиаресурса «Проект». До встречи.